Свыше 7 тысяч особенных детей. Они не просто нуждаются в элементарном уходе и сложной реабилитации. Малыши хотят учиться, познавать и открывать этот мир. И вроде бы учреждений специализированных в городе насчитывается немало. Сразу 11 детсадов, 8 школ-интернатов. Но для полноценной жизни этого не хватает. Вот и открываются при обычных школах необычные кабинеты, коррекции и консультации. Это, конечно, облегчает и снижает очередность, снижает поток очередности родителей, которые хотят посетить наши коррекционные кабинеты. И хочется еще сказать, что в этом году мы открываем новый кабинет коррекции. Он будет открываться в Алмалинском районе. Следующий шаг – формирование инклюзивного сознания, чтобы все дети могли обучаться на равных. В одной школе, при поддержке родителей и наставлении профессионалов своего дела. Крушить стереотипы начали с обучения педагогов, повышения квалификации рядовых предметников. Свыше 200 учителей прошли специальные тренинги, а лекторами выступили гости из США и Израиля. Проводим тренинги, специальные занятия, которые ведут психологи, социальные педагоги. То есть люди, которые прошли уже специальное обучение. И они сейчас обучают учителей-предметников для того, чтобы они могли работать с детьми с особыми потребностями. Пока только в 115 школах города действует инклюзивное обучение. Эксперты рассчитывают довести этот охват до 100%. Мы планируем ежегодно по 15-20 школ, значит, в 15-20 школ создавать условия для инклюзива. И в скором времени у нас все школы, все детские сады будут приспособлены к тому, чтобы в них дети получали образование наравне со своими здоровыми сверстниками. Принцип инклюзивного образования обещает внедрить и в среднеспециальных учебных заведениях. Диас Мохамбетов, Влад Шишко, телеканал Алматы.